ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто обязана быть у каждой женщины. Ну а если у вас уже есть похожее, вы можете ее сделать вместе с нами и подарить своей маме или подруге. Это прекрасный подарок. И любая будет рада такому приятному презенту. Эта техника называется джутовая филигрань. В последнее время эта техника очень стала популярной среди рукодельниц, потому что на нее не надо много тратить денег и времени. Ну а то, что это смотрится шикарно, вселяет в меня мысль, что я не смогу такое сделать. Надюш, ты уже должна быть на 100% уверена в своих силах за все время, что мы с тобой знакомы. Мы справимся с этим, я уверена в этом. Эта технология красивая, интересная, смотрится визуально очень эффектно. Нам надо обязательно ее освоить. Освоим. Мы с вами и моя замечательная подруга, которую вы все прекрасно знаете. Она как раз столкнулась с этой проблемой. У нее есть украшения. И дома нет места для того, чтобы они хранились вот так аккуратно, я бы даже сказала, изысканно. Но я вам просто так не скажу, кто это. Вот сейчас посмотрите на экране. А теперь попробуйте угадать, у кого дома украшения хранятся вот таким вот способом. У вас есть идея? Да, пожалуйста. Татьяна Литвиновой? Сразу ясно, у кого какой любимый эксперт. Нет, это не Татьяна Литвинова. Так, кто еще? Надеюсь, не всех экспертов мы перечислим, пока догадаемся. Как вам кажется? Может быть, Аленой Куриловой? Аленой Куриловой. Так, сейчас... Нет, не Аленой Куриловой. Вы хотите еще, да? Давайте попробуем. Третья попытка. Возможно, у Оли Метельской? Возможно, да! И вот Оля Метельская! Привет! Здравствуй, Надя, здравствуй. Оль. Спасибо, Олечка, что ты в нетронутом виде разрешила сфотографировать свои украшения. У тебя их много. Я понимаю, у тебя дочь. Более того, я и сама очень люблю всякие такие вот украшалочки, побрякушечки. Но учитывая, что дома у меня и дочка, и кошка, то есть это все подымается повыше, как-то складывается одно на другое. И что ты принесла? Сегодня как раз я их пособирала. Кучку. Нашла где-то коробочку. Утрамбовала, я так понимаю. Утрамбовала, да. И в надежде, Оля, что ты мне поможешь разложить. Но тебе не так просто будет заполучить эту шкатулочку. А почему? Для начала мы должны с тобой проработать технику. Как это сделать для того, чтобы у каждого из нас могла появиться такая шкатулка. Плюс я уверена, что дочка точно захочет такую же, а тебе надо будет ее научить. Хорошо. Хорошо. Ладно, я тогда сложу, а то еще и из моего заберут. Полюги кому не получилось. А Оля жадная. Итак, для того, чтобы нам создать такую шкатулку, сначала запасаемся вот таким вот бумажным шпагатом. Диаметр его полтора миллиметра. Бывает он совершенно разнообразнейших цветов. Бывают шоколадные, молочные. Можно выбрать на свое усмотрение. Где покупать и сколько стоит? Есть он в канцелярских магазинах. Магазины для рукоделия, для творчества. Ну и, конечно же, в интернете тоже. Для одной шкатулки вот такого размера, как у меня, необходимо 40 метров шпагата. Стоит 40 метров, будет около 20 гривен. Также нам придется потратить на клей ПВА, который у нас будет крепить всю шкатулку. Один патрон для горячего пистолета нам понадобится. Вот такие вот деревянные шпажки, которые бы служить нам каркасом. Необходимо их 6 штучек. И кисточка для того, чтобы мы могли аккуратненько ПВА наносить. Также для того, чтобы нам удобно было размещать детали, мы будем брать файлик обыкновенный. На самом деле это может быть любая клеенка, которая у нас есть, для того, чтобы потом удобно было отделить то, что у нас получатся наши крышечки все. Удивительно, кстати, я сперва думала, что мы будем украшать какую-нибудь коробочку, чтобы шкатулка получилась. Но у нас такая уникальная методика. То есть мы создаем ее фактически из ничего. Мы сначала заготавливаем эскизик. Это приблизительно то, что мы хотим получить. На самом деле это могут быть разные завитки, это могут быть определенные какие-то персонажи. Можем пофантазировать на эту тему. Желательно сделать толстым маркером какой-то основной элемент, а затем, в принципе, добавлять мы можем уже на готовом изделии. У нас крышечка. Это равна 12 сантиметров ширина ее и длина 20 сантиметров. Это верхняя часть нашей шкатулки. Нам еще также нужна будет точно такая же нижняя часть, но она будет чуть-чуть короче. По одному сантиметру это будет 11 на 19 сантиметров. Ну да, крышечка, чтобы выступала чуть-чуть. Да. Две боковые части, которые будут 19 на 10 сантиметров в высоту, высота нашей шкатулки. Маленькая боковая часть, ширина 11 сантиметров, а высота 10 сантиметров. Рисунки можно самим придумывать или какие-нибудь найти готовые, да? Можно взять то лекало, которое есть у нас. Мы его обязательно выложим на сайте, вы можете им пользоваться. Можно какой-либо орнамент в интернете скачать, подложить под фалик, его использовать. Можно самостоятельно придумать, тут можем тоже фантазировать. На самом деле это не имеет значения. Главное, чтобы между собой все части крепились хорошо, соединялись и образовывали плоскость. Так, теперь шпагат. То есть каляки-маляки нарисовали толстым маркером. Да. Вот как Олечка оценила твое творчество. Начинаем мы с того, что делаем завиток небольшой. Скручиваем мы можем в руках. Обычно я даже клей ПВА не боюсь его. Я могу прям руками смачивать. Но для того, чтобы не пачкать руки, мы можем использовать кисточки и прям на фалике смазать клеем. Оль, а как правильно? Начинать с краю или можно с любой точки рисунка? Лучше сначала пройтись от края к краю. То, что я нарисовала жирным маркером, это будет наша основа, на которую мы будем крепить потом остальные завитки и лепестки. Сейчас я хорошенько начну. Она сразу, я так смотрю, становится мягеньким, прилипает. Оля пока осваивает технологию, сейчас тоже возьмется за дело. Оль, ты вообще рукоделинчишь дома? Если там крестиком повышивать, какую-то там шапочку кособокую связать, это у меня получается. Но вот такое вот, чтобы сделать там вот коробочку, украшение, ну, Надь, ты знаешь, это уже как-то далеко. Вышипел оттаж. Да. Давай пробуем. Сначала мы делаем самые большие витки. Пока Оля занимается основой, мы можем то же самое продолжать с небольшими отрезками. Делать эти же витки, которые мы потом будем выкладывать уже отдельными элементами. То есть сделали завиточек, промазали его клеем. То есть весь этот узор не выкладывается из одного куска такой веревочки? Можно прерываться? Конечно, можно прерываться, можно где-то обрезать, ниточку продолжать другой цвет, можно сочетать несколько цветов. Мы сегодня будем сочетать не только два цвета, но и разную толщину шпагата. Личка, смотри, я практически сделала до конца. Теперь, наверное, что, тоже такой вот рогалик лепим? Завиток! Рогалик. Мне нравится. Лепим рогалик. Мы сегодня много узнаем о рукоделии. Ну да, да, раз я уже взялась за это дело, то, конечно. Отрезай отрезочек 12 где-то сантиметров от того момента, да, от края, который остается. И теперь от края начинаешь заворачивать, заворачивать, заворачивать и укладываешь вместо завитка. Олечка, может, я тоже что-нибудь крутану? Какой-нибудь рогалик? Легко. У нас этих рогаликов, ну, просто... Как ты додумалась, что можно вот такие красивые шкатулочки делать для украшения? Ты знаешь, Наденька, я помню первую шкатулку, которую я увидела, увидела у бабушки. Старых открыток, там, где были еще там, ну, погоди, или какие-то смешные поздравления с Новым Годом. И это было так интересно, они были просто шиты нитками, эти открытки. Бабушка, я такую шкатулку хочу. Она мне говорит, ну, эту шкатулку долго делать, а давай попробуем с тобой вот эту. И у нас были шпагатики, которые мы выкладывали вензельками. А вот это что за спираличка? Смотри, делаем отрезок небольшой, сантиметров 20 максимум. И начинаем просто петельками вот так вот выкладывать. Можем раз, потом вторую петельку сделали, уложили ее. Это самые простые элементы. Когда мы сделали достаточное количество завитков, мы можем начинать выкладывать так называемую рамку. Ведем джутом по краю, равномерно, не прерываясь. Прихватывается по цеху в течение двух часов. Затем мы можем положить следующий слой. Это более такой плотный шпагат. Я его не использую как первый, потому что он достаточно грубый. И хотелось бы просто им немножко придать жесткость нашей конструкции, но не портить вот эту воздушность и легкость. Этот шпагат 2 миллиметра уже, и гнется он намного хуже. Маленькие какие-то элементы, очень крошечные лепесточки, делать им очень трудно, потому это только завершающий верхний слой, который мы тоже сворачиваем в завитки и выкладываем поверх уже той конструкции, которая у нас получилась. Таких частей у нас должно быть 6. 4 стороны, дно и крышка. Крышечку можно сделать просто съемную, которая будет открываться-закрываться, не прикрепляясь к основной шкатулке. Можно сделать, как у нас, когда она открывается и закрывается зафиксировано. Сильно стараемся ПВА действительно не заливать, он образует тонкую прозрачную пленку, ее практически не видно, но тем не менее, чем меньше ее будет, тем красивее будет наша шкатулочка. Ужесточаем нашу шкатулку, делаем ее более основательной, да, это уже так вот каркас будет, который намного лучше будет держаться. Второй слой, он не делает более тяжеловесным эту шкатулочку, все равно ее видно. Жесткий джут мы клеим для того, чтобы он мог поддерживать вес украшений. И получается вот такой вот орнамент и уже в два слоя. После того, как мы нанесем два слоя и дадим ему хотя бы ночь постоять в покое, для того, чтобы каждая сторона высохла ровно, можно использовать любой пресс. Это может быть книга. Когда подсохнет, мы можем аккуратно снять файлик, ну и с этим затруднений никаких не будет. То у нас получится вот такая вот крышечка. У нас есть две боковые части, длинная боковая часть, также у нас есть дно. И теперь нам надо собрать шкатулку. Мы берем боковую часть и будем приклеивать с помощью термоклея вот так вот каждую сторону. А когда же нам понадобятся шпажки, я не пойму для чего. Как раз вот в этот момент, когда мы будем приклеивать, мы будем как раз и клеить шпажку к этой основе. Для того, чтобы вместо сыка у нас было на палочке зафиксировано, соответственно, более жесткий каркас. По каждой стороне, по дну у нас будет такая палочка. Мы ее подрезаем под размер. Теперь хорошенько наносим клей на боковую часть. И вот палочкой мы это все зажимаем. Для того, чтобы шкатулка у нас была действительно такая вот воздушная, желательно использовать прозрачный клеевой стержень. Вперед. Готово? Да, это готово. Итак, подождим шпажечку. Подсохла, но она еще не совсем полностью высохла, но все равно хорошо и красиво. Итак, берем шпажечку, берем сторону, прикладываем. И делаем жестокий окряк. Да, боковые части мы тоже будем проклеивать горячим клеем. Не обязательно там делать шпажку, потому что вертикальная часть на себя нагрузку никакую не несет. Она просто придерживает крышку. Тут все очень просто. Клеевым пистолетом мы просто проходимся по уголку. Желательно, чтобы у нас угол образовался как раз 90 градусов. Если немножко заваливается в какую-то сторону, трудно определить вот этот ровный угол, то можно действительно использовать какую-то коробку, либо любой угол, который ровный 100% есть, его подставить, посмотреть, чтобы все стороны сошлись аккуратно. Ну вот, пожалуйста, проверочка. Олиной коробочкой проверим. Идеально. Оля. Молодец. Молокомастера. Ну, ты соединяла части, молодец. Ровненько все. Еще две стороны мы крепим точно таким же способом. И теперь самое интересное – это крышка. Крышку, конечно, мы можем просто накрывать сверху, потому что мы ее сделали на один сантиметр больше, соответственно, она не будет проваливаться. Либо мы можем прикрепить, чтобы можно было открывать и закрывать ее. Как мы это делаем? Можно сделать это колечками. Бижутерными колечками, металлическими, в нескольких местах прихватить. Но обычно колечки ездят туда-сюда, в разные стороны. Это не очень удобно, получается шаткая конструкция. Поэтому мы будем делать тоже с помощью шпажки. Как? Мы ее подрезаем под ширину. Теперь с помощью шпагата мы будем делать небольшие петельки. Сейчас покажу как. А, узелки. Берем петельку и немножко наматываем раз-два на шпажку. С одной стороны петельки и с другой стороны петельки. У нас получается вот так вот. Желательно сделать две такие петли рядышком друг с дружкой. Делаем по две петельки с каждой стороны шпажки и одну посередине. Таким образом, вот они дают возможность туда-сюда ходить нашей крышке. Они остаются подвижными, эти петельки. А как мы крепим-то? Ножка клея ПВА. И они между собой склеят. Ну, чуть-чуть вот тут промазываем. Прихватывается достаточно быстро. Минут 20 и уже они остаются функциональны. Полностью вся шкатулка должна высохнуть не меньше, чем ночь. То есть мы все сделали, на ночь оставили, только утром уже можем положить туда драгоценности. Не спешим, чтобы мягкие элементы, которые только-только промочил клей, они не развалились. Одна часть петельки крепится к крышке, а вторая часть к боковой стороне шкатулки. Петельки, да, немножко тоже промазываем их горячим клеем. Сразу все три штучки. Раз, два и три. И теперь аккуратненько. Да. А сверху еще книжку положить и пускай сохнет. Можно его так вот горизонтально положить и хорошенько придавить. Крышечка наша будет открываться и закрываться. Технику, по-моему, я тебе рассказала. Но есть еще один нюанс, о котором мы пока не говорили. Это то, как украшена твоя шкатулочка. Вот эти вот камушки. Маленькие камешки, стразики, бусинки, пуговички. Все, что есть в доме, желательно, чтобы они подходили по размеру и были с плоской частью, для того, чтобы не слишком сильно выступать со шкатулки. Можно украшать в цвет, в контраст. Это уже варианты разнообразия и фантазии. Когда я изучала эту технику, я смотрела блоги разных рукодельниц и обратила внимание, что некоторые вот такую филигрань покрывают акриловым лаком. Ну, это достаточно дорогостоящий материал. Где-то стоит приблизительно 250 гривен банка, потому можно и без нее обойтись. А потом открываем. А там то, что Олечке больше всего понравилось. Перегородочки. Да, перегородки. На самом деле это все очень легко и просто. Сделано это из трех частей. Картоном. Одна побольше, две поменьше, которые вставляются друг в дружки, как крестовина. То есть мы в одной части делаем, и во второй части мы тоже делаем прорезь. Расстояние может быть совершенно разное в зависимости от того, какие украшения вы хотите туда положить. Вот так вот крест-накрест заходит картонка и, соответственно, разделяет все украшения на несколько частей. Да, сколько хотите, столько и будет отделений. Когда будут все стороны, соответственно, внутренняя часть из картона зафиксируется и будет держать форму. Перегородочки будут каждый на своем месте. Нижняя часть, если есть какие-то мелкие элементы, сережки, кольца, которые не должны проваливаться, то, соответственно, внизу мы можем тоже подстелить ткань или картонку. Если же нет, мы можем, в принципе, оставить таким же образом и, к примеру, хранить браслеты, либо какие-то секретные письма. Эту шкатулочку Оля еще потом доделает. А испытывать мы сейчас будем вот эту, да, Оль? То есть нужно же разложить украшения. Нужно, нужно. И повод будет забрать все-таки коробочку себе-то. Ой, Олечка, я с удовольствием тебе дарю эту коробочку. Хочу, чтобы твои украшения всегда были в порядке, каждый на своем месте. И каждое утро будешь открывать ее и меня вспоминать. Конечно. Уже, видишь, все запуталось немножечко. А вот больше не будет такого. Будет еще лучше. Так. Ага-а-а. И вот так. Оля, это просто отдельное такое развлечение дома. Взять шкатулочку, вот так открыть, посмотреть, сказать, какая умница, как у меня все красиво. Смотри. Раз. Довольно? Да. Оля, спасибо. Красиво, практично, удобно. Все, что нужно для того, чтобы каждое украшение у вас лежало на своем месте и приносило вам только радость и удовольствие. Прекрасно. Привет, YouTube. Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй свои комментарии и делись им со своими друзьями и близкими людьми. А также подписывайся на наш канал, и ты будешь в курсе всего самого нового и интересного первым. До встречи. До встречи. Украшение. Продолжение следует...